давайте божьей помощи вам благослови бог слава иисусу христов господу нашему у нас такая книга мы людям ее проповедуем чтобы люди узнали волю божию здесь переставали грешить здесь вот всяким заниматься непотребством который здесь блуд это женщины голые там цвет трясутся ужас с этой целью зашли они главное вообще вот когда бога нету ничего нету то есть никто в голове никаких все лишь бы как животное удовлетворить своей страсти и вот мы людям заходим напоминаем что за каждое мы дадим не только дело за каждое слово дадим ответ на страшном суде а тут такие дела делают развратная сразу содом и гамора просто и главное 80 процентов мусульмане они у них 4 жены разрешено дома и они тут на русских кобылах пашут ну понятно ну видео чай рулетка я вам честно не могу еще сказать ну да это так как бы ну манев понять и не развлечение на не не знаю я вот лично сюда зашел а вот тут не было первый раз когда нарвался я вообще просто оболнил товарищи голые ходят там время показывать свои хозяйства и так далее и тому подобное сейчас я просто так листаю и убиваю время вот находятся люди с которыми можно о чем-то там поговорить то меня увлечение там рисование роспись фигурок например но таких не расписывают вы их и делаете сами или только расписываете нет я только расписываю ну это как бы называется лаверные солдатики хотя конечно не волова сами понимаете что это сплав а роспись а как бы моя вот у меня даже а это а вы так ищу картинок интересуете вы знаете я занимался татуировкой может быть тоже по вашему гришну вот ну вот опять же что-то типа такого просто сижу как бы наброски делаю это ну от нечего делать так вот картины картины вы знаете ну как бы вам интересно что господи а вы знаете ну как бы вам интересно чё господь что господь говорит в книге своей о татуировках нет вы знаете даже не интересовался и честно скажем знать не хочу потому что это моё было а сейчас вы уже этим не занимаетесь год не занимаетесь хотя оборудование еще осталось занимался татуировками как бы колол и татуировал приходили люди вот сильно с них в обладе брал мне именно было интересно сам процесс а то что ну где-то я слышал что это грешно там на теле и так далее и подобные вот недавно парня встретил который много-много лет сидел 15 если не более вот он все просил там написать ему молитву вот ну священник сказал что а читай как бы я откровенно скажу не подружаюсь хотя у меня тоже ну как бы с крестиком ну вот этот интересно вот что вот бог он говорит что наше тело вот тело наше он говорит храм его то есть храм божий наше тело и допустим курильщик курит он курит в храме божием то есть мы не принадлежим наше тело богу и поэтому господь и дал заповедь не наноси письмен на себе то есть не к никаких не должно быть этого потому что мы храм божий портит и он будет спрашивать не так как ты к своему телу а как к своему как его то есть это он создал и поэтому но вы же вы перестали это делать вам бы почитать надо вот эту ну что это грех действительно да и просто раскаяться перед богом сказать прости я не знал и не делать уже этого перед богом опять в душе но не в церкви понимаете я не хожу в церковь и потому что как бы я не сказать что отрицаю я вас встретил как бы с вами поговорить вы правильные вещи говорите вот такой случай когда я пришел в церковь крестить ребенка маленького ребенка держа на руках у себя своего сына и но без всяких обид священник работающий в церкви это тоже город он открывает ворота запускает туда машину он и не идет ко мне крестить ребенка маленького который жарко плотно плачет и так далее он идет освещать эту машину потому что ему больше там как бы все за эту машину что он освещает это мне тоже как бы знаете вот поэтому я ложусь в парк вот кое-что там читаю что-то подумаю прошу бога там здоровье и так далее я это вы я уже знаю это все это знаю но это все есть вот что вы сейчас сказали но это все это все грехи как бы внутри ци нашей церковь вот это вот эти все грехи каждый за себя даст ответ вот то что он пошел и там что-то машину что за это деньги берется вы знаете что даже нельзя за это деньги брать это нельзя деньги 5 по церковным законам по библии просто они там не живут так и они за себя ответят но мы просто господь то что сказал ягод создам церковь свою и ворота да не одолеет у то есть он ее создал тогда еще 2000 лет назад и она до сих пор идет и независимо там какой священник благодать то церкви без него господь и без священника присутствует там освещение как его перчатки если бы вы вы пойдете допустим исповедовать грех свой прощает то не священник греха обращает господь но через руки священника а он как свидетель только у него хоть он будет толкаш последний хоть убийца господь ради нас ради нас делает что чтобы его благодать действует поэтому надо не смотреть на них а надо то как господь повелел а это мы знаем по библии как он повелел делать это он написано что гордаю власть кому простите тому простятся на ком оставите на сту на стом останутся и эта власть дана только священству вот он какой плохой а на нем то благодать действует его слушать может и не надо когда он что-то говорит неправильно да но мы с него нету таинства без него нет крещения без него нету исповеди прощения грехов нету причастия а если нет причасти нет жизни вечной невозможно спастись верой в душе потому что написано и бесы веруют и трепещут бесто тоже веруют но дела но никак никуда не деться от этого поэтому дорогой им дорогой человек это дьявол выставляет вот эти преграды чтобы мы не попали ни к господу благодать его не не получили прощение грехов своих мы на них не должны смотреть потому что вот смотрите я в церкви до внутри ну то есть я не слышу что я мирянин я работаю постоянно внутри его допустим говорю вот это нельзя делать этот ну то есть мы внутри церкви работаем чтобы это изменить о чем вы говорите и вы нужны там в церкви вы нужны вы должны покаяться принести стать верующим и внутри церкви работать чтобы не было этого никогда там а потому что все от нее отказываются год а вот патриарх часы там и прочему а что ты сделал вопрос что ты сделал для того чтобы этого не было и вот мы ищем людей которые придут они неравнодушны к этим грехам и они будут внутри церкви работать чтобы церковь очистить от этого всего это только бог может сделать конечно но мы ну вот я в этом году побывал в суды по многим храмом выходили суды ли вообще просто что-то такое обалденное как бы очень меня поразило город мне не зовешь кирилл не не зовешь поселок что это такое но вот 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 эти знаете даже вот самое главное вот чтобы веровать это надо уверовать жертву иисуса христа то что он умер за наши грехи вот это вот не проповедуются часто в православии церкви люди ничего не знают свечки знают как ставить это не знают что господь в раю еще изрек такое он сказал что если кто согрешит тот смертью умрет то есть это значит любой человек кто согрешил он уже должен умереть и вечную жизнь то есть духовно умереть он мертвый становится его ничего божественно не привлекает больше интересно искусственная с 90-х годов когда ели за парк билет до этого были все коммунисты и так далее и тому подобное были конечно я не спорю деревня там верующие бабушки и дедушки и так далее кто испокон века как бы переходил у нас это как бы не разница как вот например там в Европе с молодец кто там внушает что надо сходить в церковь и так далее вот поэтому у нас будюки приходили там пачками кладен на храм вот только господь как бы прости мои грехи что я там пять человек замочил или где-то на этой ну вот на тусне какой-нибудь и так далее вот у нас людей то мало верующих которые именно веруют вот я в принципе один из них не скрывая этого вам говорю вот ну вот я вот это что да вы правильно сказали вот именно так и искусственно просто вязали никто в Христа то не уверовал заповедь его не практически не исполняет а слово его никто не любит вот слово Библии это же его слово и он говорит в ней говорит что Ивана Ивангелие Туан 12.8 слово которое я говорил оно будет судить вас в последний день то есть он нас будет судить по этому слову и мы должны его очень хорошо знать но представьте он мы это как закон вот угол мы должны знать чтобы его не нарушить если мы его не знаем то мы нарушаем если нарушаем то погибаем и вот если вы Библию то купите или будете читать постоянно все вообще по-другому начнется изменится потому что Бог начнет руководить вы же будете видеть это сходится это не сходится а так у нас свое в голове что-то есть а оно нас ведет одно только к грехам к гибели к унынию ко всех ну ко ничего там нету оно всех приводит к одному уныние и человек отчаяния и все жизнь все плохо становится в жизни и ведь после смерти он идет в ад а зачем господь пришел говорит зачем вам умирать выберите жизнь идите за мной все труждающиеся и бремененные я успокою вас возьмите игорь мое на себя ведь бремен ведь игорь мое легко и игорь мое благо и найдете покой душем вашим ведь когда вы грехи на вас все покоя души нету надо обязательно курить пить потому что что то делать потому что совесть она никуда не девается она человек съедает ему надо заглушить ее а когда ты исповедовал господь тебе простил грех у тебя жизнь другая начинается ты уверовал то что он умер за твои грехи и всю ему жизнь остаток отдаешь он то призывает вот человек будет 90 лет если он уверует во христа и покается господь ему может простить разбойник то около христа когда висел он ему говорит разбойник помяни меня господи во царстве твоем то есть достойно я по делам своим принял вот то что я такой вишу тут на кресте помяни меня господи в царстве своем и господь будет говорит ему ныне будешь со мною в раю то есть милость божия она превыше вообще всех понятий человеческих но человек должен уверовать же а не так что пришел деньги заплатил там ему там покрестили его там осветили это ничего вообще не дает это еще хуже только ват ведет я согласен полностью согласен с вами вот поэтому заходите у нас большой ресурс есть мы у нас православная деревня строится православная деревня где нельзя пить курить материться воровать и лгать и это в алтайском крае вы увидите и вот у нас в ю тубе большой канал и там вот это все увидите как верующие живут посмотрите вам это очень интересно все вопросы как сектантами разговариваем как женщина у нас мужчины как как называется во свете библии канал называется во свете библии то есть свет от библии идет и все во свете делается этой во свете библии вы увидите там такой старичок с бородой нарисован с книгами это игнатий лапкин известный такой человек исповедник веры в советское время он пять раз сидел пять 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 раз за слово божие он распроста он проповедовал его сажали за это советское время он там ленина в своих стихах упомянул его за это посадили сразу же и потом его реабилитировали реабилитировали его как политзаключенного сейчас он и он потом суд подал на государство потому что у него изъяли обы огромную фонотеку и выиграл суд а в суде 11 миллиардов был иск но они там у них денег не было государства и они ему два дома подарили сейчас одной из один из домов церковь а в другом он живет и много людей к богу приходит через него и вот вы на этом канал если зайдете вы его увидите и можете даже него по skype выйти любые вопросы задать вот если вы задумать скажете как мне душу спасти вот данный момент как мне выйти он может помочь прошел через него много уверовала и заключенных и начальника полиции начальник тюрьмы там многие уже священниками стали даже он людям через него бог действует бог игнатий лапкин если вы запишите игнатий лапкин по skype наберете он вам на любые вопросы ответят все что касается спасения души так при вот я сейчас помолился перед этим чтобы господь послал людей которые могут слышать слово божие тут потому что такая редкость это и вы попались это прям я так радуюсь постоянно что люди такие попадаются которые еще у совесть у них не умерла потому что мы теряться прям слушай только иисус христос слова слышат мат прям сразу уйдет на тебя трехэтажный ну я повторюсь как бы у нас видите как бы не особо это развитое наверное нет не дошли еще люди до того а молодежь сейчас но я на молодежь смотрю вот может быть меня когда-то молодым осуждали мне кажется мы не были такими что что возле подъезда там глушить пиво в открытую там брить сидеть на скамейке ноги задрав там куда попало блин и вокруг эти бычки блин и бутылки пива блин вот так же девчонки и мальчики вот мне я говорю как то вот я на них сейчас смотрю меня это очень поражает вот дело в том что я понимаю что опять все это пошло 90-х годов как бы специально чтобы разложить ту же молодежь вот даже наркота и так далее и тому подобное ну наркоте это вообще гиблое дело говорить но тоже пиво все у нас молодежь пиво компьютерные игры курения порнография вот это все у них сейчас молодежь в этом полностью умирает а без бога каждое поколение вот это одно если без бога то следующее еще хуже если следующий еще и она так до конца идет если без бога то что бог только вытягивает в противоположную сторону трудность еще в том состоит что понимаете у этой молодежи папа с мамой опять же вот каких годов они выросли коммунистическое время им как бы объяснить вы замечательно что не сидите как вот рассказываете объясняете и так далее там подобное я очень даже за я вас выслушал с большим удовольствием и обещаю что вот залезть на этот сайт в ютубе посмотрю ну здесь вот говорю как бы спорный вопрос что родители не могут просто сказать потому что они выросли в те годы когда были просто коммунистические времена безбожные понятно безбожные а вас а вас как зовут то вас как зовут благослови господь алексей алексей это защитник или как или помощник по моему перевод алексей имени помощник по моему помощник да да будет вам ангел хранитель помощником ладно я пойду дальше благодарю вас за беседу спаси христос я вас очень как бы выслушал большие удовольствия мне тоже было приятно с вами пообщаться давайте с богом вот